Дамы и господа, добро пожаловать на главный бой. Сегодня будет 6 раундов битвы стиля между двумя самыми знаменитыми бойцами в мире. В красно-бело-синем углу, родом из Гранд Трапец, весом 68 килограммов, Флойд Мэйвезер-младший, также известный как Маннивезер. У него 49 побед и 0 поражений, и 26 нокаутов. В зелено-бело-оранжевом углу, родом из Дублина, весом 70 килограмм, Конор МакГрегор, также известный как Нотариас. В ММА 21 победа, 3 поражения и 18 нокаутов. Господа, я хочу честного боя. Начнем. Первый раунд. Бой. В первом раунде все о прическе. Конор МакГрегор пошел в удар. Мэйвезер. Посмотрите прямо сюда, на его стильную короткую стрижку с небольшим пробором, выбритым мостиком между длинными и короткими волосами. Он выглядит классно. Но, боже мой, Мэйвезер пришел с бритой головой. Друзья, это делает его на 13% сильнее, так же, как и выше, и более доминантным. Он владеет ситуацией. Однозначно, друзья. Мэйвезер взял этот первый раунд. Второй раунд. Бой. Господа, мы перескочили во второй раунд. Тут все о лицевой растительности. Что интересно, у обоих бойцов есть борода. Но исторически бойцы старались не отращивать ее. Почему? Да потому что во время боя ваш соперник может дернуть, использовать против вас. Но они оба уверены в себе. Посмотрите на Мэйвезера. Его циркулярная оборотка придает приятный, аккуратный вид, но у МакГрегора целая борода. Это говорит, что он полон уверенности. Прямо говорит, я не боюсь, несмотря ни на что, я победитель. Второй раунд за МакГрегором. Господа, 1-1. Третий раунд. Бой. Здесь мы поговорим об одежде. Для их типа тела оба бойца имеют схожую проблему. И это грудь. Она гораздо больше, чем талия. Друзья, тут важно понимать, что большинство одежды просто-напросто не шьется для таких фигур. И важно понять, как бойцы справляются с этим. Посмотрите на их одежду. Оба знают, как одеваться. Возможно, у каждого личный портной или стилист, который подбирает одежду. Все сидит, сочетается и работает с их фигурой. Друзья, это так важно. У них можно поучиться. Третий раунд. Ничья. Четвертый раунд. Здесь поговорим о цвете одежды. Под цвет лица. Заметьте, они очень отличаются друг от друга. МакГрегор 1. У этого светлая кожа и волосы. Посмотрите на его выбор цвета. О, мне нравится МакГрегор. Как он подбирает цвета. Но тут проблема. Он использует очень много цветов и оттенков, которые ему просто-напросто не подходят. Вы можете посмотреть на это сами. А теперь Мэй Уэзер. Он знает, что ему идут строгие цвета. Хотя и пастельные смотрятся отлично. Я хочу сказать, этот парень знает, как выбрать цвет. Но у него есть любимые. Это черный, красный, золотой. Он знает, что нужно надевать под его темный цвет кожи. И четвертый раунд остается за ним. Те, кто на стороне МакГрегора, считают, что он должен с легкостью победить. Что ж, это только начало. Пятый раунд. Бой. Поговорим об аксессуарах. Оба выходят в бой. Бойцы любят аксессуары. Посмотрите на Мэй Уэзера. Он любит золотые цепи. Он любит показывать свою силу, богатство и статус. Но кажется довольно одномерным. МакГрегор обожает карманные платки, цветы на лацканах. Он носит шляпы. Я хочу сказать, что этот парень знает, как выбрать аксессуары. Бум. Победитель МакГрегор. Господа, мы приблизились к финальному раунду. Шестой раунд. Бой. Бойцы атакуют друг друга. Но обратим внимание. Мэй Уэзер. Он знает, как надо одеваться, когда ему нужно. Но сильно уступает, когда дело доходит до повседневного стиля. До ежедневных презентаций. Даже в некоторых нарядах он не очень хорошо одевается. Тогда как МакГрегор, он выглядит просто шикарно. Посмотрите на ряд его нарядов. От повседневной одежды до официального стиля. Как он носит костюмы. Этот парень знает, как одеваться, использовать разнообразие. Он не боится рисковать, когда дело доходит до стиля. Господа, это был честный бой. Но победил МакГрегор. А теперь, господа, я хочу увидеть ваши комментарии. Что вы думаете, правильно ли я выбрал победителя? Кто победит в бою на выходных? Хоть я и люблю МакГрегора за его стиль, но я думаю, Мэй Уэзер победит. С его техникой он вырубит МакГрегора. Посмотрите на этих парней. Один из них получит 100 миллионов. Другой 75 миллионов. Но им не нужны деньги. Почему они так заботятся о своем стиле? Когда они обладают бешеным успехом в восьмиугольнике или на ринге, они понимают важность создания бренда, важность имиджа и выступления. Если это важно для них, если они уделяют столько внимания, чтобы сообщить о себе миру, то вам нужно начать действовать. Я оставлю ссылку на мое бесплатное приложение, на мои бесплатные подкасты и инфографики с моего сайта. Если вам нужно больше, вы хотите перейти на новый уровень, запишитесь на мои курсы. Я создал целую вип-систему. Господа, действуйте, создавайте свой образ, который надрет задницу сопернику. Когда вы это сделаете, вы сможете взять все от жизни. Господа, берегите себя. Увидимся в следующем видео. Убедитесь, что вы подписались на оповещение по почте. Так вы сможете смотреть мои видео, как только они выйдут. Иногда я выпускаю скрытые видео, которые исчезают. Так вы никогда их не упустите. Субтитры сделал DimaTorzok